Практически 30 лет стоял в руинах. Больше относиться, конечно же, к классическому стилю. Хоть как-то напоминала Пизанскую башню. Была разобрана на кирпичи. В самом храме стал размещаться Орловский театр кукол. Пытаясь уничтожить как раз-таки немецкую технику, случайно попала как раз-таки в здание торговых рядов. Взорно подпольщиками и вместе с гостиницей погибло более 100 немецких солдат и офицеров. Здравствуйте, уважаемые любители истории! Меня зовут Роман Богатырев. И сегодня мы с вами встречаемся на очередной из телепередач цикла «Прогулки с краеведами». Сожженный поляками в 1606 году город Орел практически 30 лет стоял в руинах. В Орловском городище в 1636 году был восстановлен город Орел. А уже впоследствии, в середине 40-х годов, по письму богоявленского попа Бориса, который был направлен к местному старости, было выделено место в Большом Остроге для устройства храма во имя Богоявления и Спаса нашего. Появившийся храм в дальнейшем разросся в целый Богоявленский монастырь, первым настоятелем которого и являлся тот самый поп Борис, который в монашестве уже принял имя Боголеп. После 1680 года, а именно после пожара, который уничтожил ряд деревянных зданий, окружавших Богоявленский храм, было принято решение перенести обитель, весь Богоявленский монастырь, на версту вниз по течению, на один из холмов, где и стал располагаться новый монастырь. В дальнейшем название Богоявленского монастыря было изменено, и монастырь стал называться Успенским, как он нам известен и в настоящее время. А церковь, непонятно, была она полностью разрушена, или была разрушена лишь частично, стала приходской. Точных источников, свидетельствующих о том, что новое каменное здание Богоявленской церкви появилось в первом десятилетии XVIII века, нет. Но мы можем судить об этом, исходя из рисунков, которые дошли до нашего времени. Согласно этим рисункам, церковь была построена в стиле так называемого Нарышкинского барокко, который зародился и был распространен на территории нашего государства, как раз-таки на стыке XVII и XVIII веков. Но так как в глубинку и в губернии, в уезды сам стиль продвигался несколько позже, то, скорее всего, это как раз-таки первое десятилетие XVIII века. Сам стиль относился к стилю зданий, которые строили бояре, приближенные к царскому двору. В дальнейшем, после капитальной перестройки здания в 1837 году, само здание лишилось такого барочного изящества и стало больше относиться, конечно же, к классическому стилю. Очень многие существенные изменения, конечно же, связаны уже с началом XX века. Так, существующая на территории храма колокольня в 1900 году была разобрана. Об этом свидетельствует ряд фактов. В первую очередь, они связаны с тем, что была создана целая комиссия, изначально проверяющая, необходимо ли разбирать колокольню. Проблема была в том, что сама колокольня находилась уже не полностью вертикально, а несколько отклонялась. Можно даже сказать, что в некотором смысле она хоть как-то напоминала Пизанскую башню. Но многие сторожилы того времени говорили о том, что в таком виде колокольня существовала более 70 лет, и никаких проблем у самого здания из-за этого не было. Но комиссия 1900 года приняла решение все же колокольню разобрать. Колокольня была восстановлена в 1908 году. Началось ее восстановление. И уже на фотографиях 1912 года мы видим новую колокольню в севдорусском стиле, который царствовал на территории нашего государства как раз-таки в период на стыке 19-го и 20-го веков. Сама по себе колокольня представляла собой надвратную колокольню. То есть через нее был вход в храм, и она соединялась с самой оградой церкви. К концу 19-го, начала 20-го века Багревленская церковь, Багревленский собор относился к одному из 23 приходских православных храмов Орловской епархии, и в нем числилось в его приходе порядка 800 человек обеих полов, как пишется в летописи. Сам приход относился к краю, доходил до края улицы Харачевской и улицы Крамской на современном этапе, это как раз-таки улица Комсомольская. Настоятелем храма с 1900 года являлся Илья Васильевич Ливанский, выпускник Московской духовной семинарии, который в 1906 году возглавил Орловское историко-археологическое церковное общество. А в 1912 году выпустил брошюру об иконе всех скорбящих радость, спис которой находится как раз-таки в Багревленском соборе. В 1939 году в связи с изменениями, которые произошли в нашей стране, колокольня и часть церковной ограды была разобрана на кирпичи, и храм лишился той колокольни, которая была построена в начале 20-го века. Во время Великой Отечественной войны Багревленский собор стал кафедральным собором Орловской епархии. В нем находились мощи святителя Тихона Задонского, и это привлекало большое количество паломников уже и после оккупации, в которой очень долго находился сам город. Впоследствии в 60-е годы мощи Тихона Задонского были вынесены из храма, сложены в мешок и переданы в запасники Орловского краеведческого музея, который находится совсем неподалеку от храма. А в 1962 году по приказу митрополита Орловского Антония Краткевича кафедральным собором города Орла стала Ахтырская или Никитская церковь, а 27 июня 1962 года Багревленский храм был закрыт, и на самой территории храма и в самом храме стал размещаться Орловский театр кукол. Уже в дальнейшем, в 1994 году, храм был передан верующим, а в 1996 году митрополит Паисий осветил храм, и он начал принимать новых верующих, и в нем начались службы. Колокольня Багревленского храма была широко известна с XIX века. В 1822 году для колокольни был отлит особый благовестный колокол, звук которого многие называли ясным. И поэтому впоследствии уже в этом же году последовал указ Орловского епископа Гавриила, который говорил всем о том, что пока мест благовест Багревленского собора не звучит, всем остальным колоколам других приходских церквей запрещалось звонить. Сама колокольня, как мы уже упоминали, была разобрана, и сами новые колокола были отлиты лишь в 2005 и в 2007 годах. Именно полный набор, включая благовест, отлитый в Донецке и являющийся одним из самых тяжелых колоколов на территории Орловской епархии. В дальнейшем, в 2008 году началось возведение или воссоздание из ничего той самой колокольни, которая была уже несколько раз разобрана. Колокольня воссоздавалась по чертежам 1900 года, той самой колокольни, которая была еще не надвратной. Впоследствии уже в несколько этапов после восстановления колокольни и после освещения полного набора колоколов в 2014 году колокола Богоявленского собора в первый раз зазвучали. В первый раз с 1919 года, с того момента, когда в городе еще находились Деникинские части, и не действовал указ на запрет колокольного звона. С тех пор, с конца 2015 года, Богоявленский собор предстает перед нами в том виде, в котором он известен уже всем приезжающим в город туристам и местным жителям. Великая Отечественная война оставила глубокие раны на теле нашего города. И ряд архитектурных сооружений тоже пострадали, и, конечно же, некоторые из них еще сохраняют шрамы от оккупации, которая длилась в течение 22 месяцев. Само здание торговых рядов прерывается небольшой аркой, которая дает возможность жителям и гостям города пройти сразу же на Красный или Мариинский мост. Эта арка появилась, можно сказать, искусственно. Во время оккупации города неподалеку от Богоявленского собора размещались немецкие танки, и советская авиация, бомбив город, пытаясь уничтожить как раз-таки немецкую технику, случайно попала как раз-таки в здание торговых рядов. И с тех пор на этом месте образовалась своеобразная арка напоминания о том, что Великая Отечественная война нанесла огромный урон нашей области и нашему городу. История Великой Отечественной войны вновь и вновь касалась торговых рядов. Напротив самого здания 19 века находилась гостиница «Коммуналь», которая в первый период оккупации, в октябре 1941 года, была взорвана подпольщиками. И вместе с гостиницей погибло более ста немецких солдат и офицеров, в этот момент располагавшихся в ней. В каждом губернском городе хаотично или централизованно создавались места для торговли. Город Орел не стал исключением. Так в 16-м, начале 17-го века в городе располагались торговые ряды, которые тянулись от Пятницких ворот, которые прилегали ближе к Аке, до Караческих ворот Орловской крепости. Сами торговые ряды представляли из себя ряд деревянных лавочек, в которых купцы торговали различной снедью, продуктами и товарами первой необходимости. В связи с тем, что большинство строений города Орла были деревянными, сами торговые ряды, лавки купцов очень часто горели. После создания Орловской губернии, согласно регулярному плану застройки города, было принято решение построить каменное здание торговых рядов. Оно представляло из себя внушительное прямоугольное здание, которое занимало практически квартал, и к нему прилегал ряд деревянных построек, которые доходили вплоть до реки Орлик. Само здание представляло из себя, помимо всего прочего, каменную галерею по типу той, в которой мы сейчас с вами находимся, которая полностью опоясывала здание и давала возможность всем купцам и всем покупателям встретиться. В 1847 году, во время одного из очередных городских пожаров, здание сгорело. И уже впоследствии, в 1849 году, новое здание торговых рядов было восстановлено, но уже стало двухэтажным, лишившись деревянной пристройки, которая прилегала к реке Орлик. Уже впоследствии, после оккупации, часть разрушенного здания торговых рядов была восстановлена, и согласно новому проекту, как и многие здания в городе, надстроена была на еще один этаж, и здание торговых рядов стало трехэтажным. Помимо этого, стоит отметить, что в современном здании торговых рядов с 1932 года размещается Орловский краеведческий музей. Сейчас первый этаж торговых рядов используется, можно сказать, по назначению. В нем располагаются небольшие магазины, на современный манер купеческие лавки. На втором и третьем этаже одной из частей торговых рядов находится, как и находился с 1932 года, Орловский краеведческий музей. А еще одну часть занимает библиотека имени Пушкина и Орловский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы с вами увидимся в следующих передачах. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok